Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на трудные места из Священного Писания для библейского портала «Экзегет». И с вами священник Иоанн Тераутс. На портал поступил следующий вопрос, который требует какого-то разъяснения. Почему Исаак благословил Исаава жениться на хананьянках? Ведь он мог и не благословлять, или раньше родители не благословляли детей на брак. Действительно, 26 глава книги «Бытие» повествует об этой истории. Давайте с вами разберемся. Дело в том, что толкований святоотеческих, а также экзегетических на историю семьи Исаака и Ревекки достаточно большое количество. Первое толкование относится к чувствам Ревекки и Исаака. Дело в том, что еще когда Ревека была беременна, ей было откровение, что младший будет над старшим. И мы с вами, когда читаем об этой семье, об этих отношениях, мы видим, Исаак не готов быть священником Бога Вышнего, не готов наследовать обетование божественное. В то время как Иаков очень любит это и хочет быть наследником обетования. Но вот незадача. Исаака любит мать, а Исаава любит отец. Ряд толкователей говорят, что Исаак любил вкусно поесть, а Исаав был хорошим охотником и приносил вкусную дичь. А Иаков был такой домашний ребенок и его мать его оберегала, любила, но он не был любимым сыном отца. И поэтому, как подтверждение этому, Исаак отправляет Исаава перед тем, как благословить его на охоту. Противоположное мнение, согласно которому Исаак посылает Исаава, чтобы дать время Иакову подойти под благословение. Но Иаков в то же время использует хитрость для того, чтобы получить это благословение. К чему все это? Дело в том, что, по всей видимости, отношения между сыновьями были разными. Более того, на самом деле Исаав мог не спрашивать никакого благословения у своих родителей. Нам с вами представляется мир, описываемый на страницах книги Бытия, как понятны нам во всех отношениях. Но это на самом деле не так. Родители Исаава много терпели от двух жен Эдома, так он еще называется, Эсав Эдом, красный от похоти. Ну, более того, на самом деле, второбрачия, точнее даже полигамия в данном конкретном временном отрезке, была не так редко встречающейся вещью. Также обратим внимание, а может быть и благословил по своему мягкосердечию. Исаак представляется нам достаточно мягким человеком, не грубым, не жестоким, не жестким. А, наверное, люди, которые сегодня смотрят это видео, помнят, как мы относимся с вами к нашим детям. Не всегда мы даем им согласие на то, что правильно, иногда мы не хотим их обидеть и очень их любим. Я думаю, что такие же чувства можно соотнести и с нашими праотцами, потому что это заложено в естество человека, а вряд ли обусловливается теми или иными культурными особенностями. На этом я надеюсь, что этот вопрос будет закрыт и что человек, задавший его, а также кто заинтересовался этим вопросом, получит какое-то удовлетворение. Всех благодарю и желаю всем доброго дня. Продолжение следует...